Всем привет! Учитывая, что мы мало сейчас можем сказать из того, что хотели бы, я вам сейчас постараюсь помочь в том, где английский пригодится напрямую. Сейчас очень многим нужно понять письма от авиакомпании в плане возврата билетов, обмена страховок и вот этого всего, поэтому давайте разберемся с лексикой, которая вам будет нужна. Мы там в описании оставили памятку для вас с необходимой лексикой, чтобы было легче в этом во всем разобраться и я, в общем-то, и на своем опыте сейчас тоже буду с вами это все проходить. Билет на самолет. Предположим, вам нужно вернуть деньги за ваши билеты на самолет. Возврат денег на английском называется refund. От слова fund – денежные средства, фонды. Держимся без аналогии в голове. Сначала нужно вернуть деньги за полет. Как правило, на сайтах авиакомпании это где-нибудь далеко спрятано, но, короче, нам нужна кнопка cancel flight. То есть, например, я писала в чате, что типа Вы пишите number of flight – ваш номер полета или booking number – номер бронирования. Дальше вам нужно выбрать причину, по которой вы отменяете билеты. И важно, чтобы причина соответствовала вашей страховке. Страховка, как правило, есть некая стандартная или, может быть, вы оформляли какую-то еще свою. Короче, это все называется insurance policy – политика страхования, условия страхования. Детали вашей страховки, как правило, есть в личном кабинете или на почте вместе с подтверждением билетов. И там нужно посмотреть, в каких случаях вы можете вернуть деньги за билет. В страховке это будет описано термином airfare reimbursement, то есть типа компенсация авиабилетов. Обратите внимание на слово cover – это типа покрывает, то есть, например, insurance plan covers – ваш план страховки покрывает такие-то расходы или не покрывает какие-то другие. Если вы увидите там фразу non-refundable tickets – это невозвратные билеты, их нельзя вернуть. Возможно, все не так плохо нужно смотреть, например, в США, насколько я знаю, вы можете вернуть деньги за билет, если вы их купили меньше, чем сутки назад. Если это внутренний рейс, то это будет free of charge, типа бесплатно. И не забывайте, что если у вас не получится вернуть деньги, вы можете получить compensation – компенсацию. Это частично возврат денег, условия, вы тоже можете посмотреть в вашей страховке. Давайте посмотрим письмо, которое мне, например, прислала авиакомпания. Они мне предлагают три варианта – rebook your flight, то есть перебронировать мой рейс на какой-то другой, либо receive credit, то есть получить депозит этой же авиакомпании, чтобы купить любые другие полеты или услуги этой авиакомпании. В следующий год, если соберетесь куда-то полететь. Третий вариант, нужный – receive refund – получить возмещение, то есть вы сможете получить полный возврат на банковский счет. Или на вашу банковскую карту, короче тот payment method, который вы использовали при бронировании. Please be aware that you should choose one of the above options No later, то есть вы должны выбрать одну из этих трех опций, не позднее No later than three hours before the scheduled departure time of your original flight Не позднее, чем за три часа до назначенного времени вылета вашего самолета. Разобрались с рейсами пока? Нет, я еще ничего не вернула, потому что я на съемке. Я должна сделать оговорку, которая, возможно, ну мне она кажется очевидной, но я хочу это проговорить вслух, что, конечно, все эти финансовые проблемы – это все плюс-минус наживное. Главное не паниковать по поводу полетов, с этим всем разберемся. Сейчас давайте еще посмотрим про отмену там жилья и вот этого всего. Airbnb, который закрывается по мере того, как мы записываем это видео, сделал очень подробный гайд на русском языке о том, как разбираться с условиями проживания, букинга, отмена и вот этого всего. И, скорее всего, у вас будут гибкие условия, вам все вернут там вплоть до за сутки до въезда. Вообще, по основным правилам Airbnb вам вернут большую часть суммы, кроме, например, первых суток, если вы не успели отменять бронь за сутки до ее начала. На booking.com примерно такие же условия, нужно просто смотреть, с какими условиями вы бронировали конкретно свое проживание, там плюс-минус на русском все. Что с отелями? Вы, например, хотите сделать cancel hotel reservation или типа I wanna cancel my booking. Тут часто не так все просто, отели часто прячут это все под мелким шрифтом, fine prints, вот это все. В Америке многие сталкиваются с тем, что их бронирование non-refundable, невозместимое. Или prepaid, предоплаченное. Дело в том, что если вы предоплачиваете типа заранее, вы очень часто получаете дискаунт некий и, соответственно, за это вы договариваетесь, что я точно приеду, ничего отменять не буду. В моем случае, например, мне для Шенгена нужно было бронировать отель без возможности отмены, потому что консульство смотрит, типа, если ты забронировал и потом отменишь, то даже аннулирует уже действующую визу, если ты отменил свой booking. Потому что многие въезжали в одну страну, а потом, на самом деле, ехали совсем в другую. И поэтому нужно было при подаче документов, чтобы этот отель был non-refundable. Надеюсь, что если у вас такое же было, вы также, как и я, бронировали хостел за 6 тысяч рублей и, как бы, их, конечно, нельзя будет вернуть, они non-refundable, ты изначально об этом как бы знал. В остальных случаях смотрите условия конкретно этого отеля, например, там может быть написано То есть, типа, отмена бесплатна, в случае, если вы отменяете ее за 7 дней до прибытия или, там, типа, за один день до прибытия. Ну, короче, условия разные. Так что тут нужно действовать быстро, потому что с каждым днем, как бы, все ближе к дате прибытия и можете меньшую сумму компенсации получить. И отель часто начисляет cancellation fee, то есть, типа, штраф за отмену бронирования, она может быть, там, вплоть до 90%. Если вы уже понимаете, что у вас поездка не состоится, отменяйте все как можно раньше. В любом случае, вы с Google-переводчиком можете общаться в чатах всех авиакомпаний и отелей, они отвечают. И даже если вы, там, сделаете какие-то ошибки, вообще всем плевать, главное, донесите мысль, там, типа, Я бы им говорила учить английский, а? Короче, сейчас уже без каких-то шуток и, там, сарказмов, реально учить английский язык. Я очень хочу оставаться с всеми на связи в течение вот этих странных времен. И английский сейчас стал мостиком к очень много чему. Мы работаем, Skyeng работает и мы будем рады вам помогать с изучением английского языка. Мы сейчас сделали специальные цены на 50% ниже, ссылка будет на них в описании. Я очень надеюсь, что у вас все хорошо, что вы в безопасности. Возродила сейчас канал хорошие новости и мы там стараемся находить какой-нибудь классный момент дня. Вот, можно это будет мое домашнее задание? Найдите классный момент дня. Можете даже написать нам в комментариях, потому что читать сейчас сообщение в том чате хороших новостей. Очень тепло. Я вас очень люблю. Всех. Где бы вы ни были, каждого. Правда. Короче, главное, правда, умоляю, пожалуйста, я это везде говорю. И сейчас это важно на каждой социальной платформе сказать. Нам очень важно сейчас держаться вместе, не ругаться друг с другом. Как вам такой конец видео? Так, я сильная и независимая. Мы продолжаем работать. Я очень надеюсь, что мои американские и британские коллега и друзья останутся здесь тоже вместе со мной вести этот канал. И все будет круто. И вы будете нас смотреть. И мы с вами будем друг друга поддерживать, улыбаться и помогать друг другу. С вами была, есть и будет Таня Старикова. Онлайн школа английского языка Skyeng. И не скучно английский. Goodbye. See ya. Субтитры сделал DimaTorzok Это Рус! Это Рус! Это Руслан! Она смогла затащить меня в камеру. Таким способом так. Вы видели его? Увидимся удачи! Т PowerPoint будет полезно. Да. Ну, какola!